12.05 в Кирове продолжается. Программа «Разворот на бизнес». В студии по-прежнему Светлана Занько и Олег Прохоренко. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы, как и обещали, изменили состав участников. Тема у нас «Социальная ответственность бизнеса, который работает на территории Кировской области». Если в первой части у нас были представители именно кировского бизнеса, который базируется здесь, создан и здесь работают, то во второй части мы взяли тех, кто является частью большого крупного бизнеса, который на всю страну. Именно чтобы посмотреть разницу в политике социальной ответственности, благотворительности. Потому что у крупных компаний есть определенное положение, определенный порядок оказания помощи, приоритеты расставлены четко. И сейчас у нас, по-моему, звонок. Давай мы представим гостей. Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировским отделением ПАО «Сбербанк». Здравствуйте. Добрый день. Алексей Женихов, директор Кировского регионального отделения компании «Мегафон». Добрый день. Добрый день. Андрей Лялин, советник генерального директора по связям с общественностью компании «Газпром» Межрегион «Газкиров». Всем добрый день. А на связи у нас сейчас Алена Кольцова, директор по корпоративным коммуникациям компании «Монолек». Алена, добрый день. Добрый день. Алена, значит, во-первых, нам бы хотелось, чтобы вы коротко очертили те проекты, которые поддерживают как социальные проекты компания «Монолек». Ну, естественно, такая задача у нас была, домашнее задание. Как, на ваш взгляд, должна формироваться идеальная модель взаимодействия города, бизнеса и жителей в определении реализации приоритетных социальных проектов в развитии города? Итак, что делает «Монолек» и как вам видится сотрудничество с городом? Спасибо большое, Светлана. Ну, я, наверное, небольшое отступление сделаю. Для меня корпоративно-социальная ответственность – это дополнительная ценность, которую несет бизнес-общество, местному сообществу, там, где, собственно говоря, компания развивается. Поэтому для нас фокус – это Кировская область, где работает наш завод, 465 человек на данный момент. И мы начали, скажем так, потихонечку развивать это направление несколько лет назад. Такой теория малых дел. Начали с лёвенцев помогать потихонечку в обустройстве. То есть поэтапно. Мы залили каток, мы сделали ремонт в школе, в спортивном зале. И вот в этом году мы построили комнату для пенсионеров и ветеранов. И то, что касается другого направления, связанного с Кировом и с нашим предприятием, это история со здоровым образом жизни. С 2016 года мы поддерживаем полумарафон «Вятские холмы». В этом плане полностью доверяем Ане Альминовой, то, как она болеет за это дело, какой качественный проект она возродила в Кирове. И здесь мы решаем, наверное, такие вот две задачки. Это не только создание такого хорошего повода, мероприятия в городе, но и внутрикорпоративную историю. То есть для наших сотрудников это одно из таких больших и важных мероприятий, в которых мы с удовольствием принимаем участие. Принимаем участие с семьями. Кто-то бежит, кто-то болеет. То есть для нас это целое событие. И, конечно, если компания это поддерживает, то это еще больше, наверное, наших сотрудников вдохновляет. Как определиться? У нас есть еще внутренний наш проект, который потихонечку как-то и переполз даже в Левинцы. Он называется «Стань лучше с Нонолек». Мы начали его внутри, но сейчас подключились, собственно говоря, наши соседи, жители Левинцев, чему мы очень неожиданно рады. Есть ли отдельная статья на социальные бюджеты на предприятии? Заранее планируемая сумма, может быть? Да, статья, конечно, есть. Она предусматривается ежегодно. Мы ее потихонечку расширяем по мере возможности. Но пока это, скажем так, не самая у нас большая статья, но мы над этим работаем. То есть мы видим эффект, мы уже имеем очень надежных партнеров. Помимо Вятских холмов, я еще хочу сказать про отдельное наше направление. Это помощь детям с особенностями развития. И эта история началась в Москве, когда мы познакомились с Центром лечебной педагогики. То есть это организация, которая на таком системном уровне помогает семьям с особенными детками адаптироваться, развиваться и, в общем-то, быть полноценными участниками социальной жизни. И через них мы нашли в Кирове дорогу добра и работаем с ними, поддерживаем детский дом-интернат «Родник Мурыгина». Что касается идеальной модели взаимодействия города и бизнеса, и жителей, какой видится она на Налеку? И хотелось бы услышать конкретные предложения, направленные и к городу, и к жителям от бизнеса. Ну, наверное, это прежде всего не безразличие. И уверенность в том, что Киров может быть и должен быть комфортным, социально таким, даже не знаю, как сказать, комфортным для жителей и для его гостей. И здесь, наверное, по каким-то конкретным проектам я могу лишь только пожелать развивать массовые спортивные мероприятия, потому что они вносят такую очень сильную позитивную энергию в жизнь города. Ну и второе, наверное, все-таки благоустройство как для жителей, так и для туристов. Потому что много есть мест, которые можно, скажем так, сделать комфортными и красивыми, и отдыхать там самим, и приглашать гостей. Да, мы это понимаем, но все-таки как должно осуществляться, на ваш взгляд, взаимодействие? Потому что у нас есть обращение жителей разного рода, отдельных организаций или отдельных просто людей со своими личными просьбами. Есть город, у которого есть свои какие-то мероприятия, есть проекты, которые возникают внутри, там, бизнес-структур. А все вместе, на ваш взгляд, это работает как единое целое или каждый вот в своей стезе как-то работает? Ну, пока, наверное, есть некая разрозненность. Может быть, действительно, какие-то проекты должны быть объединены под одним зонтиком, чтобы компании понимали, например, куда они подключаются. То есть, лично я, находясь в Москве, не всегда понимаю, что происходит и куда мы могли бы подключиться. То есть, я там слежу, Светлана, за вами на Фейсбуке, понимаю, что сейчас как бы актуально, что болит. Но, наверное, если организовать какую-то площадку для бизнеса, чтобы услышать, что сейчас важно, что сейчас важно для города, для его жителей, и как-то вот консолидированно предложить какие-то решения. То есть, где мы можем быть полезны. Но не только для города, я бы еще все-таки думала и про районы, потому что там, мне кажется, даже больше есть необходимости в помощи. Вот, кстати говоря, премьер из районов у нас будет сразу после короткого перерыва. Сейчас мы благодарим Алену Кольцову, директора по корпоративным коммуникациям компании «Наналек». Прервимся на полминуты и продолжим разговор. Продолжаем разворот на бизнес. Мы говорим об социальной ответственности бизнеса. Берет ли он эту ответственность самостоятельно? Откликается ли он это на обращение граждан и чиновников городских по необходимости? Выкручивает ли им руки при этом? Или, наоборот, бизнес стучится в двери и говорит, мы хотим вложить деньги в такие-то вещи? И как на это реагируют чиновники? У нас в гостях сегодня Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировским отделением «Сбербанк», Алексей Женихов, директор Кировского отделения компании «Мегафон» и Андрей Лялин, советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром Мишегенов Газ Киров». Вот только что Алена Кольцова, директор по корпоративным коммуникациям компании «Наналек», сказала, что надо обращать внимание и на районы тоже, потому что там иногда помощь требуется даже больше, чем в городе. У нас есть такой пример, который относится к области, за которым меньше всего проголосовало сейчас ВКонтакте, в вопросе, где мы спрашиваем людей, какие направления социальной жизни города может и должен поддерживать бизнес. Так вот, всего 5% из 100 говорят, что нужно поддерживать культуру. А у нас есть как раз запись, которую мы сделали сегодня утром, и нам комментирует этот вопрос Владимир Кожевников, директор Лапьяльского историко-краеведческого музея имени Виктора Михайловича Васнецова. Вы знаете, что есть такой музей в Лапьяле? Я не знала. Который говорит о поддержке своего музея и о том, как развивается он. Помощь, поддержка и вообще созидательная роль предпринимателей, вот в Уржуме, например, она очень чувствуется. Но это исторический пример, Уржумский собор, он практически на деньги местных купцов, предпринимателей построен. Если более в таких небольших масштабах, ну вот даже вот наш краеведческий музей в Лапьяльске, где Виктор Михайлович Васнецов родился. В свое время, когда вот энтузиаст местный Василий Васильевич Реях решил организовать музей, собирал экспонаты, то вообще музей открылся только благодаря колхозу. Колхоз помещение дал, ему небольшую зарплату дал, деньги давал сколько-то на покупку экспоната. Но потом музей передали государству, а колхоз перешел в частные руки. Но частные предприниматели, пока колхоз существовал, тоже помогали музею, хоть небольшими средствами, но это все поддержка была для музея хорошая. Просто-напросто некому помогать. Нашей-то местности вот колхозов не стало, поэтому последние годы, конечно, это помощь из Вне практически на место шла. Бюджет, он просто, как бы сказать, содержит музей. А ведь надо и развиваться, и в хорошем состоянии его поддерживать. Последние годы пленеры, все российские, восемьцовские, проводятся в Уржуме, и обязательно с выездом художников в Лапьял. Конечно, хорошо бы к этому времени как-то улучшить в музее обстановку. Ну, хотя бы полы давно не крашенные покрасить, двери, окна. Культура в помощи предпринимателей нуждается везде, на мой взгляд, одинаково. Что в Москве, что в самой глубинке, я бы даже сказал, не в глубинке, к примеру, Пролапьял, а в прекрасной глубине России. Просто помогают, я думаю, тем организациям культурным, которые им знакомы, близки. Ну, вот такая история. Конечно, сложно сравнивать там Абрамцево в Подмосковье, где как раз все эти художники, и Васнецово в том числе, и Репин, и прочее, творили. В каком состоянии там этот музей. И то, что в Лапьяле, где родина, Виктор Михайлович. А давай напрямую сейчас спросим наших гостей. У вас есть проекты, связанные с культурой и ее поддержкой? Если говорить про Сбербанк, то у нас есть действительно проект, связанный как раз с художественным музеем именно Васнецовых, который в Кирове. И мы как раз в ночь музея показывали еще раз ее обновление. Арт-вол называется, когда известные произведения искусства были вынесены за пределы привычной музейной среды. И каждый из наших жителей может, пройдя по Спасской, полюбоваться произведениями искусства, приобщиться к ним. Это участие в такой акции? Одноразовое? Это не одноразовое. То есть были подготовлены места со стороны музея. И сейчас музей уже самостоятельно обновляет композицию каждый раз. То есть они могут использовать эту историю? Они используют это, да. Вы слышали про Лапьял когда-нибудь? Еще нет, но вот сегодня я уже услышала. Я знаю точно, что музей планирует в этом году в связи с днем рождения Васнецова много мероприятий. И в том числе будет пленэра, я знаю, что в Ружевомском районе. Поэтому мы тоже думаем, чем мы еще можем помочь в этом направлении. Вот прекрасное предложение. Да, я уже записала. Я заметила, что вы записывали. Да, и как раз у нас Андрей Перерыв, представитель компании «Газпром» и «Шегион Газкиров» сказал, что мы как раз районам помогаем. А в чем заключается эта помощь районам? И в каких направлениях приоритеты выстраиваете вы? Да, мы помогаем Налинской детской и юношко-спортивной школе, отделению горных лыж. Это мы считаем, что уникальное спортивное отделение, которое находится именно в районном центре. И дети Налинска могут реализовать свои спортивные возможности в этом виде спорта. Хотя не всегда, конечно, бывает, что другие дети могли бы реализовать свои возможности. Я имею в виду другие районы, районные центры нашей области. Наша компания вкладывает в течение уже нескольких лет немалое средство. Налинска вложила в реконструкцию спуска на горнолыжной трассе. В этом году планируем установку освещения, чтобы дети могли не только днем, но и в вечернее время продолжать тренировки. Потому что мы понимаем, что горные лыжи – это зимний вид спорта, и сумерки начинаются рано. А дети готовы вплоть до самой глубокой ночи кататься, тренироваться и так далее. Тем более, что профессиональные тренеры, профессиональные наставники. Я бы еще сказал, что те люди, которые очень горят душой, чтобы дети могли заниматься любимым видом спорта. Это решение было принято офисом кировским? Да, это было решение принято нашей региональной компанией, согласовано с вышестоящей организацией. Всегда требуется согласование центрального офиса? В некоторых случаях приходится, потому что средства выделяются в данном случае немалые. Центральный офис определяет конкретное направление, в которое может вкладываться «Газпром» и «Регион ГАЗ». Изначально проговорена определенная сумма средств, которые мы можем вкладывать именно в благотворительную деятельность. И если проекты крупные, да, происходит процесс согласования. А так, если небольшая помощь, то помогаем тем, кто к нам обращается. Есть ли определенная политика выделения и рассмотрения вообще заявок о помощи? Выбор направлений, да? Кому помогать прежде всего? И направление приоритета, и именно политика рассмотрения заявок о помощи. Правильно сказано, политика направления, потому что сегодня тоже уже прозвучало, что работать нужно именно с проверенными организациями, потому что очень много в последнее время, к сожалению, появилось таких организаций, которые под видом благотворительности занимаются просто сбором средств непонятно на что. Поэтому все обращения, которые идут в наш адрес, мы проверяем и работаем только с такими организациями, которые имеют уже достаточно наработанный опыт, у которых есть положительный имидж. Я в данном случае сейчас хочу сказать это и про Кировское отделение Российского детского фонда, которое является нашим постоянным партнером, и благотворительный фонд Содружества, которым мы помогаем, и в числе которых есть наши стипендиаты, то есть школьники, которые получают стипендию от нашей оригинальной газовой компании. И также, если говорить по направлениям, еще оказываем помощь поисковому отряду «Фронт». Ребята, которые тоже несколько лет назад пришли, попросили помощь, в то время они были студенты медицинской академии, сейчас уже многие из них академию закончили, трудятся работать, но у них нашлись соратники, которые сейчас продолжают выезжать на территорию, где велись боевые действия в ходе Великой Отечественной войны, проходят. Проводят работы по поиску пропавших, и часто эти работы завершаются удачно, то есть они находят останки, тем самым помогают родственникам определить, где их погибли родственники. У нас есть вопрос на сайте хакирова.ру в нашей группе ВКонтакте, где мы спрашиваем наших слушателей, какие направления социальной жизни города может и должен поддерживать бизнес. У нас, кстати, между может и должен тоже вот дискуссия была небольшая, мы специально так обозначили. Лидирует сейчас ответ благоустройства города, почти 46% требуется жителям очень, чтобы была поддержка бизнеса. 23% говорят, ничего не надо поддерживать, хватит налогов. 16,5% говорят, нужна помощь социально незащищенным гражданам, проведение массовых мероприятий, 10% и всего 5% поддержка культуры. У нас тут нет спорта. А каждый, буквально, кто был у нас сейчас в студии, это уже четвертый человек, говорит, что спорт, спорт и еще раз спорт поддерживает предприятие. Вот Мегафон поднимает руку за и говорит, что мы тоже за. Я знаю, что Сбербанк тоже одним из своих направлений выбирает спорт. Проводит зеленый марафон, кстати, будет он в Кирове еще или нет когда-нибудь? Он будет и уже совсем скоро. А именно в это воскресенье, 27 мая, мы всех жителей ждем в 10 часов утра на Театральной площади. У нас, как всегда, трасса составляет 4,2 километра для всех желающих, поэтому есть еще возможность зарегистрироваться. Если вы не успеваете зарегистрироваться, то это можно будет сделать непосредственно 27 мая. Поэтому приходите с друзьями, знакомыми. Будет расширенная культурная программа, можно будет попробовать себя в кроссфите, в баскетболе, в благотворительности. Полуминутка закончилась. Мы говорили о зеленом марафоне в прошлом году тоже. Сейчас объясните нам, Марина Викторовна, зачем Сбербанку вот такой полумарафон? На самом деле Сбербанк поддерживает все те пункты, которые вы обозначили ранее. Мы все это поддерживаем. Спорт для чего нам нужен? Через спорт мы развиваем здоровый образ жизни. Мы поддерживаем население, желание развиваться, желание меняться. Через спорт меняться проще всего. Массовые мероприятия. Массовые мероприятия, потому что если сейчас посмотреть, действительно, именно начинать с себя нужно. Мы, когда проводим зоны марафона, мы сами, все сотрудники, выходим. Показать пример. Показываем на себе. А как определяются вот эти генеральные направления поддержки Сбербанком каких-то проектов? Я знаю, что у вас очень жестко регулируется эта история. Да, действительно, это так. И со стороны Центрального аппарата Сбербанка и непосредственно Германа Грефа нам определяются те направления, где мы можем себя проявлять и должны, как говорится, себя проявлять. Это кроме спорта. Это обязательно люди с ограниченными возможностями. Это детские дома. И это как раз социально незащищенные категории граждан. Поэтому мы активно работаем с детскими домами, мы работаем активно с пенсионерами. И у нас есть план мероприятий для людей с инвалидностью в том числе. Есть ли в этом списке городская среда? То, на что есть запрос? Обязательно. Если вы помните, в прошлом году мы открыли площадку с тренажерами на набережной Грина. И в этом году, именно к 12 июня, мы планируем открыть еще одну площадку уже в парке пионеров. Возле 20 пионеров. Там активный запрос был со стороны горожан как раз, да, и активная группа работает. И там очень много проверенные такие уже люди. Жители бегают, жителей очень много. Я даже буквально вчера там была, действительно, в 9 часов вечера весь парк кишит нашими жителями, кто бегает, кто с собаками гуляет. Долго оценивали вот это предложение? Как проверяли его? Нет. У нас вместе в команде родилась такая идея, и мы решили ее реализовать. Вот в таком роде. Я сейчас вижу, что это тоже все равно связано со спортом. То есть благоустройство, но спорт. Спортивная площадка на Грина, спортивные площадки там. То есть дети, спорт, инвалиды, сироты. Еще один момент добавлю. В части благоустройства районов мы как раз в прошлом году провели вместе с нашими партнерами акцию. И мы выделили три сертификата управляющим компаниям. Это было в Слободском, в Налинске и в Кирове для благоустройства двора у конкретно управляющих компаний. Районы присутствия компаний. Сбербанк. Все понятно. Давайте к мегафону перейдем. Итак. Ваши приоритеты, Алексей Борисович. Здравствуйте еще раз. Смотрите, в компании Мегафон четко сформирована благоустройственная политика. Она ориентирована в основном на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Людей с ограничениями по здоровью. Например, мы уже в городе Кирове реализуем на протяжении 13 лет, проводим региональный турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Будущее зависит от тебя. Соревнования проводятся ежегодно. Победители едут у нас дальше на этап в Екатеринбург. Это по макрорегиону. Дальше команда-победитель из макрорегионального турнира едет на общероссийский турнир в Сочи. Наверное, стоит отметить заслуги наших ребят, потому что, в принципе, до Сочи у нас доходили две команды. Из школы-интерната номер один города Кирова и из Тужинской школы-интерната. Ребята молодцы. Буквально в финале были в одном шаге от победы, но немножко не сложилось. Я думаю, все впереди. Каждый год у нас определяются победители. Ну, совсем недавно реализовали один турнир. Это я поднимаю руку, что я после вас хочу слово взять вежливо. Еще со всем, скажем, в ближайшем будущем мы будем реализовывать спортивные соревнования по бочи для людей с инвалидностью. Сейчас в этом мероприятии в разработке... В СвятГолу вместе вы делаете это, да? В ближайшее время, да, летом текущего года. Сейчас соревнования готовятся. Это чудо, насколько я знаю, потому что наша компания тоже там будет участвовать. Компания-то плюс, где ты работаешь. Да, да. И пользуясь случаем, скажу, что у нас тоже поддержка спорта такая массовая. Вот если у меня фон футбол, то мы поддерживаем баскетбол. И кассбаскет, он там привлекает сотни тысяч команд школьников со всей страны. И тоже с спортивной точки зрения это очень такое массовое, зрелищное мероприятие. Вот я хочу сказать, что перед перерывом сейчас, на который мы должны уйти, что когда рассказывают о мероприятиях, прежде всего, наши гости, вот буквально все, у каждого лица такие одухотворенные, видно, что это не просто там пришел запрос, деньги выделены, и там распоряжайтесь, как хотите, сдайте отчетность. Все заражаются этим, все этим болеют, несмотря на то, что в случае второго часа, вот сейчас федеральные компании, там есть жесткая регламентация по направлениям. Ну и второй вывод, который я делаю, из двух эфиров все-таки. Особенно вот второго часа. Направления традиционные. Дети-сироты, инвалиды, кое-кто о стариках думает, но не так массово, как о детях и инвалидах. И массовые мероприятия. Вот основные направления, которые выбирают для себя наиболее часто компании. Есть еще немножко экология, наверное. Не знаю, я не уверена насчет экологии, мы об этом поговорим после перерыва. Вот это, кстати, сейчас плашка с партнером программы. Это тоже социальная ответственность некой бизнеса, потому что я сама лично в переговорах участвовала по этому проекту и лично убеждала, почему он нужен городу и почему он нужен не только радиостанции, газете, а именно горожанам. Потому что миссия, собственно, нашей программы, нашего проекта «Разворот на бизнес», чтобы и город услышал о бизнесе, кто эти люди, что они делают, какие у них планы, чтобы решались проблемы и в том числе, чтобы озвучилась та позиция, та политика, которая есть у бизнесменов, у чиновников городских и областных и позиция по отношению к бизнесменам-обывателям, к которым я себя тоже отношу, посмотреть, как она меняется. Плюс просветительская цель, для того, чтобы люди тоже понимали, то есть видели себя в бизнесе, если у них есть предпринимательская жилка и не думали, что это что-то такое страшно трудное. Но прежде всего, я сейчас делаю вывод, Олег, мы как-то это с тобой не определяли с самого начала, но вообще-то вся конструкция этого проекта и вся эта деятельность направлена на то, чтобы все стороны друг друга не просто увидели, это было в самом начале, познакомить, увидеть, кто здесь в этом городе живет. Но теперь уже мы понимаем, что мы развиваемся в направлении как раз сращивания интересов и выстраивания каких-то коммуникаций для того, чтобы вот этот эффект синергетический, совместный, чтобы он был очевиден совершенно, чтобы минимизировалось обвинение в сторону друг друга, чтобы не было недопониманий и чтобы снимались с одной стороны претензии, например, горожан или непонимание горожан, что это, собственно, бизнес делает. Он только зарабатывает, обогащается, особенно мы любим в особом мнении сказать, обогащаются за счет вот сейчас тарифа, обогатятся здесь, обогатятся тут, нас разорят, значит. Для чего это все происходит? Ну, контрольные функции тоже стороны общества должны быть. Они имеют право, мы имеем право задавать по поводу тарифа все вопросы. Но и большая проблема в течение всего этого времени была с бюрократическими барьерами, которые возникают, когда ты хочешь какой-то проект реализовать, неважно, ты общественная организация или бизнес-структура, и растягивается это все на годы буквально. У нас есть примеры, когда бизнес стоит за деньгами, говорят, мы готовы тут благоустроить, тут вот сделать. Ну, погодите, переложим бумажки, значит, мы не знаем, кто ответственный. Насчет принятия решения чиновниками звучало в первом части вопрос. Василий Васильевич Зонос сказал, что я понимаю, что очень часто препятствия, даже не столько барьеры законодательные, а вот чисто человеческий фактор, не могу принять решение как чиновник. Но мы об этом поговорим через три минуты. Я обещала нашим гостям, что дам договорить про проекты. И вот тут я вспомнила, когда вы рассказывали, конечно, Алексей Борисович, я сейчас обращаюсь к женихову, директору Кировского регионального отделения компании «Мегафон». Что касается детей-сирот, мы тоже там поучаствовали в большом проекте. И когда в следующем этапе я увидела развитие проекта «Право на творчество» в сфере кулинарии «Я повар», совместный проект Володи Шабардина, детского омбудсмена и «Мегафона», это было грандиозно просто. Люди дошли до кухни, господи, Юлии Высоцкой, конечно. Там еще Дороничи поучаствовали. Да-да-да. Это очень такой громкий, масштабный проект у нас получился. Соответственно, мы прославились на весь «Мегафон» по всей России. Спасибо Владимиру… А вот еще одна сторона этой деятельности, да, офисы между собой. Да, Владимиру Шабардину, спасибо за то, что нас вовлек в этот проект. Спасибо фонду «Фаратех», то, что подготовили хорошо и правильно заявку, потому что не так просто войти в наши благотворительные проекты. Нужно еще этому предшествовало. Это подготовки заявки, описание проекта, подготовка презентации. А вот уже про структуру мы говорим, как попасть в проекты федеральных программ. Я могу про это, наверное, еще чуть позднее рассказать. Но про сам проект хочу сказать, что мы охватили фактически всю область. Соответственно, в нашем проекте приняло участие более 400 детей из детских домов, школ и интернатов. Соответственно, спасибо компании «Агрохолдингу» Дороничи, потому что они нас поддержали в этом проекте самим бы нам. Мы бы не могли его сделать таким ярким, потому что 9 лучших участников проекта, самых талантливых детишек мы отправили как раз в кулинарную студию Юлии Высоцкой, где они проходили мастер-класс, соответственно, на такой высокопрофессионально оформленной кухне. Вот сейчас из того, что сказал Алексей Борисович, мы еще сделаем несколько выводов, которые для нас важны. Во-первых, попадание в программы благотворителей федеральных компаний требует серьезной подготовки. Документальной, безусловно. Заявка должна быть подготовлена грамотно, нельзя просто прийти и сказать, смотри, мне нужна помощь вот здесь. Второе, зачастую эти программы, программы, которые делаются в партнерстве, я знаю точно так же, что Сбербанк, я не знаю, как у Газпрома, Сбербанк, затевая что-то в городе, старается найти партнеров для того, чтобы более масштабная была история. И третье, это то, что вот такие благотворительные программы, когда местные офисы федеральных программ компании разрабатывают, это еще не только история про лояльность твоих клиентов, это не только история про статус какой-то и реальную помощь, которую хотят доказать реальные люди, работающие в компании, это еще какая-то внутрикорпоративная история, и даже здесь, оказывается, есть некое соревнование. Нет, там же есть еще такое направление, как волонтерство, и оно активно развивается. Но самое главное, ради чего это делается в целом, это работает на репутацию. Есть репутационные рейтинги международные, которые как раз корпоративную и социальную ответственность компании оценивают в соответствии с ними. Первое место занимает компания Rolex, например. В мире. В мире. Второе – Lego, третье – Google. Ну и там, к сожалению, российских компаний там нет, а российского рейтинга, сколько вчера искал, не нашел. Есть только там руководители этих направлений, они рейтингуются. Но как бы то ни было, я думаю, что мы в этом направлении активно идем, выстраиваются как раз приоритеты. И то, что ты сказала, там, к сожалению, есть перегибы, что в одни как бы ворота хотят все. Еще раз. Сироты, инвалиды. Да, некоторые стороны остаются неподсвеченным. Но я думаю, что это с течением времени все-таки исправится. А что касается как раз процедур и приоритетов, сейчас, наверное, с нашими гостями переговорим, да? Ну вот у нас остается буквально пять минут. Или мы все-таки как раз ключевой вопрос. Предложение, что необходимо от муниципалитета или от региона для того, чтобы и от граждан, для того, чтобы это было именно взаимодействие. Нужно ли совместно определять приоритеты? Развитие территории. Или нет? Потому что в первом часе звучало мнение, что лучше не мешайте. Вот я сам как решил, я бизнесмен, как я решил, я это сделаю, потому что от вас ничего не дождешься никогда, только не мешайте. Лучше, чтобы вообще не знали. Ни город, ни горожане сделал, и все. Встала на месте, я сам там блюду и прочее. Иначе это все затянется, разрушится, не состоится. И такие примеры тоже есть. Да, а вот вы считаете, что должна вот эта триада работать, город, бизнес и жители, может быть, совместный комитет какой-то, совместная стратегия развития города, района или региона в отношении социальных вложений, которые делает бизнес. И возможно ли это с точки зрения представителей федеральной компании вообще? Андрей, я готов. Вот смотрите, в регионе есть очень замечательная программа, называется «Проект по поддержке местных инициатив». Это то, о чем вы сейчас говорите. Жители, власть и бизнес. Участие в этой программе подразумевает инициативу жителей. И наша компания как раз рада только за то, чтобы именно инициатива шла от жителей. Иначе по-другому те проекты, которые навязываются сверху, они рано или поздно заканчиваются, причем иногда плачевно. Простой пример. Если жителям нужна детская площадка, и они сами вкладываются в ее реализацию, и не важно, пишут письма, какие-то работы делают, и просят региональные власти или городские власти, бизнес им помочь, эта детская площадка будет стоять долго, они будут о ней заботиться, ремонтировать, красить, проводить субботники и так далее. Там же софинансирование есть еще, когда каждый вкладывает свою денежку, и поэтому здесь безусловно будет контроль. Конечно. И как только жители начинают просто просить, постойте нам детскую площадку, хорошо управляющая компания строит детскую площадку, и мы порой наблюдаем такую вещь, что через год от этой детской площадки остается практически ничего. То есть механизм уже есть по ПМИ, и слава богу, пару месяцев назад наконец-то сказал губернатор наш, ППМИ будет, мы увидели его эффективность. Спустя полтора года, как работает новая команда, они наконец-то сказали, потому что до этого момента ППМИ было в подвешенном состоянии, а все-таки столько лет развития, его даже сейчас крупные компании говорят, что это механизм, который работает, и его нужно развивать. Да, и мы участвуем, и в этом году мы поддержали проект, который предполагает благоустройство сквера недалеко от нашего офиса. То есть мы видим, что там необходимы работы, жители вышли с инициативой, обратился начальник территориального управления поддержать этот проект, и мы как бизнес вкладываем в реализацию этого проекта. Это кто? В каком районе? Это Первомайский район, это сквер. Вячеслав Николаевич Симаков. Да, Симаков обратился в нашу компанию. Ничего не могу сказать, он будет у нас на следующей неделе как раз со скверами, мы там подробно разберем. Ваше мнение, Сбербанк, пожалуйста. На самом деле я считаю, что однозначно должно быть участие всех трех сторон, и у каждой стороны есть своя зона ответственности. Как правильно мы говорим, со стороны жителей все ожидают, что это будет активность, это будет забота о том, что уже построено, то, что уже сделано. А между правительством области, между бизнесом и жителями должна еще быть и открытость. То есть каждый должен мочь спокойно, открыто заявить о проблеме и получить на это ответ. Механизм есть сейчас? Такой механизм уже реализован в других регионах. Мы с вами обсуждали как раз наших соседей, одни как раз в Пермь, и с приходом нового губернатора в Перми, я точно знаю, как раз губернатор открыл свою почту, открыл свой аккаунт, и, соответственно, люди могут к нему обращаться и получать даже обратный ответ. И там уже действительно это чувствуют жители. Я могу сказать, что у нас в Перми уже возникает сейчас проект, и надеюсь, что в ближайший месяц мы это озвучим, как раз вот то, что вы говорите. Так, есть чему поучиться у соседей все-таки? Да, и самое главное всегда, как и в бизнесе, лучшие практики изучать соседних либо других далеких регионов и их у себя внедрять. Может быть, даже не придумывать велосипед, а брать то, что уже сделано. Мегафон, Алексей Борисович. Да, мы рассматриваем предложения от благодарительных фондов, некоммерческих организаций на самом деле. Поэтому здесь какие предложения у нас будут на входе, мы готовы все их рассмотреть. Безусловно, здесь, скажем, компания Мегафон и сама предлагает свои проекты. Да, но вот если применительно городу Кирову взять и ваш вопрос, то есть мы готовы рассматривать предложения и от города, и от власти. Вот такой опыт уже у нас есть и был. Ну и еще хотел бы сказать, что у нас 2018 год это год волонтерства в России. И я считаю, что это хороший повод для всех нас как бы постараться бескорыстно делать добрые дела. Это все хорошо. Не уходите от темы. Есть у нас механизм эффективной взаимодействия бизнеса, власти и города? Или вы считаете, что нужно его дорабатывать? Нужно дорабатывать, конечно. Нужно дорабатывать, нужно садиться за стол переговоров, ну и, соответственно, как бы решать, определять основные направления. Спасибо. Ну что, я думаю, что с каждым из сегодняшних гостей мы еще отдельно будем встречаться в эфирах и подробно разбирать предложения бизнесменов в отношении развития города, прежде всего. И будем рады, если кто-то из наших слушателей и предпринимателей откликнется на просьбу Лапьяльского музея и поможет ему, да, или здесь присутствующие. Да, они, собственно, ничего не просили, они просто сказали, они просто сказали, что культура всегда требует поддержки. Для нас открытие просто. Музей Ласнецовых в Лапьяль. В год Ласнецовых мы посчитали, что это необходимо открытие донести до всех. У нас в гостях были Марина Белокрылова, Сбербанк, Алексей Женихов, Мегафон и Андрей Лялин, Госпромеж Регион Газкиров. Да, не уходите, пожалуйста, у нас сейчас будут новости, а мне еще нужно сфотографировать наших гостей. Спасибо, а слушателям хорошего дня. Спасибо.